так мы на территории храма который находится на сопке прям вот рядом с ничангом северная часть ничанга сейчас я выше поднимусь видно будет храм здесь очень крутой подъем сюда меня байк прям не волочит даже одного пришлось даже слезть с байка чтобы доехать вон там весь ничанг видно сейчас оптику переключу монахи украшают музыка ветра вон он ничанг весь виден к новому году кто это здесь украшено как фотозона маленькая музыка ветра мне нравятся вот такие большие низкие трубки которые низкий звук дают очень красиво все цветет дымка сегодня небольшая поэтому город такой немножко дымки это чудо открывается такой вид на город шикарный смещу выше поднимемся лесничанг виден такой какой-то парк здесь маленький видимо для фотографий все украшено к тету везде любимые вьетнамцы мидра акоши такой прудик небольшой беседка это классное дерево мне нравится в долате очень много их растет как всегда карта цветные плавают такая типа зоны отдыха что ли даже не знаю как это назвать тихо спокойно умиротворенно вход на территорию храма бесплатно стоянка как он говорит сколько дадите кто не хочет тот может и не давать но естественно туристы дают котел с подарками для тету ну это пустышки просто украшения вот рядом такая гора тут типа яхт клуба или что-то такое вот в затоне дети играются валяются сегодня такая облачность но от этого нисколько не прохладнее все равно очень шарик фонарик вернем шарик все ждут сфотографироваться в беседке я даже фотоаппарат не брал что как-то не рассчитывал заехать седочка на воде эти разноцветные флаги это именно буддийские флаги они во всех храмах буддийских цветными витамины эти флаги они в кастрюме они 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 и Ну вот, я в этой самой беседке. Ой, цветы у тебя красивые еще свечи, огромные, которые у меня есть ангелия, нечем их покормить, они бы все сбежали. Вот они, эти огромные цветы, вот моя рука, видите, какие они здоровые, и вот такие еще есть, на дереве растут. Не знаю, какие плоды они дают, но очень большие. Это самая верхняя точка храма, вот экскаватор еще что-то разрабатывают. Такие небольшие кафешки тут и та самая знаменитая смотровая, откуда виден весь город. Верхний храм. Потом туда зайду. Я думал, тут огромные статуи на фотографиях, то что видел. Оказалось, они маленькие. маленькие. Вот эти большие. Внизу. И вот такой вид отсюда открывается на весь город. здесь такие драконы большие. Тут можно было без обхода сразу сюда подняться, к храму. Я как-то по обходной дороге пошел. Вот он здесь есть прям проход сразу. Очень красивое местоположение. Здесь есть храмы, которые прям в горах, и там прям водопады около храмов во время сезон дождей, во время низкого сезона. Мальчик Будда. Кстати, много таких вот младенцев каких-то Будд. Потому что у Будды такие длинные, большие уши. И такое женоподобное лицо. Поэтому Будду, в принципе, легко определить. Поэтому вот эти мальчики тоже какие-то Будды. У них отвисшие такие же уши. Видите, какие у них уши? Сейчас я поближе вам покажу. Вот какой маленький слоник. Вот, обратите внимание на уши. Уши у них огромные просто. Как у слонов. И у тех тоже такие же уши. У любого Будды большой живот и большие уши. Ну, живота может не быть, но уши стопудово. А вот, кстати, Будда пузатенький. Почему они, в принципе, любят животики. Вот такие смеющиеся Будды у них очень популярны с животиком. Вот, сзади меня Нячанка. Нячанка. У вьетнамцев принято вот в эти выходные дни тета посещать храмы. Поэтому очень много сейчас в храмах людей. Будда многорукий какой-то. Как в Индии. Солнце очень припекает. В храмах у них везде разуваются. Поэтому везде снимаем обувь. Вообще, со спины Будды как бы не положено заходить, но тут по-другому не получится. Такой храмик небольшой, подушечки на полу, на которых можно на коленки встать. Колокол, как положено в любом храме, есть колокол для, как сказать, для просветления. Там специальная лавочка внизу. Садитесь туда и монах должен ударить в этот колокол. И вот эти вот обертона, эти все частоты вроде как злых духов изгоняют. И вообще вас как бы приближают к Будде. 這些 злых духов изгонят. И вот здесь что я думаю, мы начинаем вкусить обувь. Один французской муни. Это очень вкусный, но я не люблю. Пока-два. Играет gin. Играет грамп. В нiva, применение. Тем неченько. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие страшные собаки. Но морды у них, конечно, драконьи, надо сказать. И вот такой, как всегда, толстенький Будда, который вот с такими маленькими детьми, он бог плодородия. И, в общем, кто не может забеременеть, должен вот жертвоприношение ему делать. Что-то никто не положил ничего ему. Видите, какие уши у Будды? Обратите внимание. Уши у Будды у всех здоровые. Вот такая территория хронов. Хроновый комплекс. Классная музыка ветра. Тоже мечтаю таких трубочек где-нибудь напилить сам. Только где их взять? Вот здесь такая парковка. Под навесом. Там туалеты. Тут небольшое кафе. Ну и вот зона заезда уже. Называется «Почувствуй свой мотобайк электробайком». Еду на тормозах без заведенного двигателя. Очень крутой здесь подъем и спуск. Опять скрипит потертое седло. И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Быть может, вам покой не по карману. Видите, какой спуск. Только тормоза работают. На подъеме у меня кое-где байк меня даже одного не тянул. Красота ехать без включенного двигателя. Экономно, тихо, без загрязнения атмосферы. Тоже и город виден. КОРОВЫ! 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 Ветерок какой хорошо. Солнце, кстати, спряталось. Сколько коров. КОРОВЫ! а я до сих пор еду без двигателя сейчас уже трасса выравнивается сейчас уже буду заводиться пока еще вот еду скорость 20 даже за сигналит а нет хотя сигнал сработает у меня нет у меня выключен полностью ключ повел сигнал не сработает если что ой как клёво правда как на электробайке красота что я давно так не ездил с выключенным двигателем незаведенным все моя солнечная энергия закончилась все равно долго проехал сэкономил но и и и и и Продолжение следует...